1 мая 1903 года в тюрьму города ливенворта в канзасе поступил заключенный по имени уильям уэст как и всех новеньких его зарегистрировали сделали фотографию фас и профиль и обмерили со всех сторон сняли точные мерки его окружности головы длины рук длины ступней и кистей длины пальцев ширины и высоты ушей еще несколько мерок всего 14 показателей это называлось бертиллионаж по имени французского юриста альфонсо бертиллиона внедрившего первую всемирно употребляемую систему антропометрической идентификации преступников бертиллион был на самом деле великим человеком он работал писарем в парижской полицейской префектуре и он заметил что описание преступников для полицейского опознания никуда не годятся полицейские описывали задержанных кто во что гораст используя туманные эпитеты типа росту среднего черты лица правильные особых примет не имеет в результате поимка рецидивистов было практически невозможно преступники просто назывались другим именем и уличить их в том что они уже совершали преступление в прошлом было очень трудно многие полицейские тихо сожалели о добрых старых временах когда профессиональных преступников помечали клеймом или вырывали им ноздри и бертиллион сын врача и по отзывам страшный зануда решил усовершенствовать метод идентификации преступников хотя над ним в первое время смеялся весь париж бертиллион заметил что даже если допустим рост у двух людей может точно совпасть и даже к примеру рост и размер обуви совпадают все еще у очень многих людей то чем больше параметров вступают в игру тем меньше возможность полного совпадения если снять достаточно много достаточно точных мерок то взрослого человека можно уже с хорошей точностью однозначно идентифицировать и отличить от всех остальных даже если он будет называться другим именем и приклеит усы взрослого человека это важно метод бертиллиона имел некоторые ограничения он подразумевал что человек уже перестал расти его размеры остаются неизменными год от года что строго говоря неверно но к началу 20 века бертиллионаж был введен во многих странах и успешно использовался для обличения рецидивистов что и произошло с Уильямом Уэстом в канзасской тюрьме Уэста взяли за мелкую кражу но проделав бертиллионаж и заглянув в картотеку судебный клерк с удовлетворением обнаружил что этот Уэст не так прост и уже проходил у них по делу об убийстве под именем Уилл Уэст Уэст конечно начал упираться и говорить что он никогда никого не не убивал и вообще в первый раз в жизни нарушил закон но именно для этого и был введен бертиллионаж чтобы раскалывать вот таких лгунов ему предъявили карточку на которой были записаны все его антропометрические данные и красовалась фото в пассив профиль проблемка возникла когда карточку перевернули и на оборотной стороне прочли что Уилл Уэст уже сидит за свое преступление тут же в тюрьме Ливенворта с сентября позапрошлого года пожизненно этого уже сидящего Уэста извлекли на свет Божий и поставили рядом снова и они выглядели вот так они не были родственниками они просто были очень похожи с лица однофамильцами тезками и у них совпали основные обмеры это было маловероятное совпадение но оно произошло по преданиям начальник тюрьмы мистер Маклаффи воскликнул это конец бертиллионажа господа и на следующий же день отменил систему Бертиллиона и ввел вместо нее дактилоскопирование но это легенда на деле две системы будут довольно долго сосуществовать и дополнять друг друга и сегодняшний мой рассказ о дактилоскопии науке об отпечатках пальцев метод идентификации людей по их отпечаткам пальцев базируется на двух принципах первый что на земле нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев и второй что отпечатки пальцев у человека не меняются всю жизнь только один из этих принципов можно считать доказанным второй то что ваши отпечатки пальцев абсолютно уникальны и на земле не существует двух человек с одинаковыми популярными узорами это строго говоря недоказанная гипотеза нет такого закона природы который гарантировал бы это правило и никто никогда не сравнивал отпечатки всех людей на земном шаре мы просто действуем опираясь на то что эта гипотеза ни разу не была эмпирически опровергнута мы считаем что каждый человеческий палец оставляет уникальный отпечаток потому что мы никогда не находили двух одинаковых идея использовать отпечатки пальцев в качестве личной подписи восходит к доисторическим временам мы находим отпечатки на глиняных табличках вавилона на минойской керамике на официальных документах древнего китая в девятом веке нашей эры арабский купец абу-заид хасан с интересом описывал как китайские негацианты используют отпечатки пальцев для проверки подлинности векселей правоохранительные органы тоже не отставали у арестованных снимали отпечатки рук еще при хамурапии во втором тысячелетии до нашей эры в китае брали еще и отпечатки ног периодически ученые в разных странах от халифата до германии осторожно замечали что похоже не существует двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев даже у однояйцевых близнецов отпечатки были хоть и похожими но различающимися германии никто впрочем не знал почему так происходит и что с этим делать давайте для начала разберемся что такое популярные линии эти микроскопические гребни долины на наших пальцах и ладонях образуются сросшимися сосочками кожи эти сосочки располагаются на дерме на нижнем слое кожи сверху прикрытым эпидермисом поэтому при незначительных поверхностных травмах клетки эпидермиса отслаиваются защищая собой сосочки кожи и популярные линии не изменяются даже если эпидермису придется полностью восстанавливаться заново и этим объясняется то что популярные линии сохраняются у нас на всю жизнь так вот эти сосочки и линии из них начинают формироваться примерно на 15 неделе внутриутробного развития у плода появляются пальчики на них вырастают подушечки и на подушечках со страшной скоростью делятся специальные клетки с формирующие дерму и сосочки на ней и первоначальный так сказать толчок к этому процессу дают ваши гены рисунок на ваших пальцев зависит от генетики как я уже упоминала у однояйцевых близнецов отпечатки довольно похожи а у разнояйцевых уже менее похожи но далее в силу вступает масса других факторов в каком направлении будут расти линии зависит от роста и развития капиллярной и нервной системы от изменения давления амниотической жидкости в утробе и даже от расположения плода по отношению к направлению земного тяготения поэтому даже одновременно развивающиеся однояйцевые близнецы поскольку они лежат по-разному получают разные рисунки на коже вопрос зачем нужны папиллярные рисунки остается открытым есть предположение что эти линии нужны нам взамен когтей для лучшего сцепления с предметами чтобы не падать с ветки и не ронять смартфон унитаз также есть заковыристая версия что благодаря папиллярным линиям мы лучше ощущаем текстуру поверхности то есть они нам необходимы для осязания и homo sapiens не единственный вид обладающий отпечатками пальцев некоторые другие виды тоже имеют популярные линии к примеру гориллы шимпанзе а также австралийские коалы пишут что бывает довольно сложно отличить отпечатки пальцев коалы и человека я чувствую потенциал для чудесного детективного романа бывают ли люди вообще без отпечатков пальцев до существует чрезвычайно редкое генетическое заболевание а дерматоглифия которая характеризуется отсутствием отпечатков пальцев у пораженных людей что-то не в порядке с синтезом определенного белка и в результате у них абсолютно гладкие подушечки пальцев и ладони и пальцы ног и подошвы и при этом у них отсутствуют другие медицинские симптомы по состоянию на 2021 год было описано только пять семей с этим заболеванием настолько оно редко при этом нарочно уничтожить отпечатки пальцев на удивление трудно пример один из великих гангстеров тридцатых годов джон деледжер на счету которого было если не ошибаюсь 24 ограбления банка жег подушечки пальцев кислотой и тем не менее его посмертные отпечатки очень неплохо совпадают с теми что были взяты у него при первом аресте хотя другой великий гангстер аулин карпис успешно это проделал ему хирургически удалили отпечатки пальцев из-за чего у него возникли проблемы потом после освобождения из тюрьмы потому что его поймали посадили и он отсидел а потом его было решено депортировать на родину в канаду а канада не хотела ему выдавать паспорт без отпечатков пальцев в конце концов штаты его как-то выпихнули из себя и он закончил жизнь в монреале где же еще итак люди издревле были осведомлены о существовании и об уникальности как популярных линий но в европе только в девятнадцатом веке начнут активно развивать теорию и практику дактилоскопии британцы были передовиками в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году чиновник печально знаменитый ост индийской компании сэр уильям джеймс хершель начал собирать в индии отпечатки полных ладоней со своих местных работников не знавших английского языка таким образом он давал им подписывать контракты вместо крестиков как знаки четырех он также собрал отпечатки пальцев с тех кому после окончания трудового стажа полагалась государственная пенсия чтобы не позволить ушлым родственникам продолжать получать пенсию после смерти пенсионера и он активно пропагандировал свой метод в кругах британской администрации в индии и в доказательство надежности системы хершель не ленился фиксировать отпечатки своей собственной ладони в течение своей жизни и доказал тем самым что отпечатки популярных линий сохраняются неизменными в течение всей жизни человека уже на пенсии хершель ввяжется в оживленный спор о том кто первым придумал использовать отпечатки пальцев в криминалистике с шотландским врачом генри фолтсом это доктор фолтс тоже был замечательным человеком он был не только врачом но и миссионером и он основал первую англоязычную христианскую миссию в японии в 1874 году при которой была больница и однажды он с другом археологом посещал раскопки где заметил отпечатки пальцев древних горшечников на осколках керамики заинтересовавшись фолтс сравнил отпечатки пальцев своих друзей и свои собственные и он предположил что популярные узоры уникальны для каждого человека это предполагали и до него но он пришел к этому выводу по всей видимости самостоятельно так вот вскоре после этого случилось ограбление его японской больницы полиция быстренько арестовала одного из служащих но фолтс был уверен что этот человек невиновен и он сравнил отпечаток пальца оставленный на месте преступления с отпечатками арестованного и обнаружил что они отличаются и на этом основании ему удалось убедить полицию в его невиновности то есть впервые по крайней мере в историческое время отпечатки пальцев были использованы не для того чтобы обвинить человека в преступлении а для того чтобы его оправдать доктор фолтс напечатает статью об этом методе в журнале nature 1880 году где между прочим он предложит собирать и хранить отпечатки пальцев преступников с помощью типографской краски и на следующий месяц в журнал напишет возмущенный сэр хершель заявляя что он использовал отпечатки рук для идентификации преступников еще в 60-х годах в индии последует долгая ядовитая переписка и споры за приоритет но мы охотно признаем заслуги обоих этих джентльменов в деле развития дактилоскопии в любом случае полиция никакой страны не набросилась на эту грандиозную идею прямо сразу только в 1892 году офицер аргентинской полиции хуан вучечич создал первую в мире картотеку регистрации отпечатков пальцев уже в том же году с помощью дактилоскопии там же в аргентине было раскрыто первое убийство некая франческо рохос была найдена с ранами на горле и двое ее маленьких детей были найдены убитыми в их доме придя в себя франческо заявила что на них напал сосед но несмотря на жестокий допрос я имею ввиду жестокий этот человек отказался признавать себя виновным на месте преступления был обнаружен окровавленный след от большого пальца и когда его сравнили с отпечатками синьора рохос оказалось что он идентичен ее большому пальцу правой руки и в конце концов это новоявленная мидея призналась в убийстве собственных детей объяснив свое поведение тем что любовник не хотел жениться на женщине с прицепом обратите внимание что в этом деле все еще не используют картотеку отпечатков пальцев потому что собрать отпечатки с преступников было просто а вот эффективно использовать эту картотеку для раскрытия преступлений было гораздо сложнее к концу 19 века большинство людей было уже более менее уверены в том что отпечатки пальцев уникальны но это и создавало огромную проблему потому что если они все такие уникальные то как вы собираетесь проводить поиск в этой базе данных при отсутствии компьютеров к примеру в картотеках бертельона регистрационные карточки можно было легко найти сначала вы выбирали одну из трех коробок по высоте головы маленькие средние большие затем соответствующие коробки вы выбирали нужную вам ширину головы маленькую среднюю большую и так далее двигаясь от обмера к обмеру вы уменьшали и уменьшали выборку оставаясь в конце концов со считанными карточками или вообще не с одной а что делать с этими путанными и разнообразными узорами допустим вы нашли на месте преступления кровавый отпечаток пальца и он не подошел ни одному из подозреваемых как вы собираетесь искать его пару в картотеке рецидивистов к современной типологии отпечатков пальцев мы пришли благодаря усилиям нескольких людей часть из которых вам уже знакома давайте познакомимся с еще одним замечательным человеком когда японский шотландец миссионер и доктор генри фолдс попытался популяризовать свою идею практического использования отпечатков пальцев он обратился за помощью к своему кумиру чарльзу дарвину дарвина не было на это времени и он отослал его к своему кузену фрэнсису галтону сэр галтон был человеком колоссальной энергии и интеллектуальной плодовитости которая не всегда доводила его до добра к примеру он энергично поддержал теорию происхождения видов своего кузена но потом он понесся с ней в сторону махровой евгеники и кончил тем что написал в таймс письмо под названием африка для китайцев в котором на полном серьезе предполагал что китайцев как расу способную к высокой цивилизации следует поощрять к эмиграции в африку чтобы они там вытеснили якобы неполноценных с его точки зрения чернокожих аборигенов так вот галтон сильно увлекся дактилоскопии пытаясь подтянуть ее под свой евгенический проект то есть делать то что сейчас вам предложат сделать в не самых интеллектуальных уголках интернета определить ваши таланты и способности по отпечаткам пальцев ни в коем случае не давайте всяким проходимцам в интернете свои отпечатки пальцев эта гипотеза была опровергнута еще в девятнадцатом веке то есть определять врожденные таланты интеллект галтон не научился но по ходу он написал фундаментальный труд по дактилоскопии предложив в нем классифицировать отпечатки пальцев по трем базовым типам петля спираль и арка и классификация галтона на три основные группы прижилась посмотрите на ваши пальцы и вы найдете более менее выраженные представительства от трех основных типов дугового петлевого и завиткового самое время заметить что отпечатки на ваших пальцах между собой тоже не совпадают у вас уникальный комплект отпечатков а не то чтобы все ваши пальцы имели одинаковые популярные узоры на вашем правом мизинце может быть петля а на левом арка и так далее около 60 процентов отпечатков пальцев относятся к типу петля около 35 процентов спирали и около пяти процентов арки существуют также многочисленные подвиды и могут также встречаться очень заковыристые уникальные комбинации если вы не можете сходу классифицировать рисунок ваших популярных линий поздравляю вы обладатель уникального подтипа и полиции будет очень легко вас найти эта книга отпечатки пальцев галтона попалась в руки эдварду генри служившего генеральным инспектором бенгальской полиции в индии к этому моменту в британской индии снятие отпечатков пальцев и ладоней уже стало обычным делом благодаря усилиям уильяма гершеля но она не использовалась полицией поскольку не было системы простой сортировки позволявший бы быстро идентифицировать индивидуальный отпечаток и связать его с конкретным человеком и эдвард генри подрядил двух местных инспекторов полиции азизула хака и химчандру базе придумать как все эти карточки классифицировать и делать поиск они разработали остроумную математическую формулу в которой каждому пальцу приписывалось значение в зависимости от его расположения от первого до десятого это раз и наличие на нем определенного узора это два таким образом вы могли вычислить так сказать сумму комплекта отпечатков и сразу отбросить те которые заведомо не совпадают чтобы сличать вручную только те у которых совпадают типы отпечатков на соответствующих пальцах это не так просто понять но я дам внизу ссылку на разъяснение метода который кстати назовут методом генри между прочим забегая вперед скажу что даже сейчас компьютер только проводит предварительную сортировку отбраковывая заведомо непохожие варианты окончательное сличение отпечатков пальцев проводят на глаз специалисты не доверяют это деликатное дело машине только в 20-х годах 20 века отпечатки пальцев начнут активно использовать в криминалистике то есть искать на местах преступления и сличать уже с уже набранными картотеками преступников и свежими отпечатками подозреваемых и настоящий переворот совершила открытие метода обнаружения латентных то есть невидимых отпечатков потому что даже если ваши руки сравнительно чистые на гладких поверхностях вы оставляете более или менее невидимые следы жиров белков короче говоря пота и прочего что выделяет ваша кожа на самом деле отпечаток пальца почти на 99 процентов состоит из воды причем я по привычке говорю пальцев хотя уникальные отпечатки оставляют также ваши ладони ступни и как стало очевидно благодаря распространению смартфонов ваши уши так вот латентные отпечатки нужно сначала проявить с помощью разных средств самым популярным конечно является специальный порошок но первым методом было окуривание бумаги парами йода которая между прочим используется по сей день оно было предложено парижским профессором польжаном кулье еще в конце 19 века с тех пор были придуманы масса методов выявления латентных отпечатков если вы смотрели хоть один сериал про криминалистов вы легко вспомните еще парочку но все началось с обычной сажи или графита и замечательные вещи под названием ликоподий ликоподий это очень тонкая пудра состоящая из пор растений плаунов родственников папоротников споры у них очень 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 маленькие их можно собрать и использовать для целого ряда интересных вещей из-за своей мелкодисперсности этот порошок при возгорании фактически взрывается этот эффект использовали для фейерверков и для фотографических вспышек а также фокусники исчезали во вспышке у вас на глазах и ликоподий до сих пор является важной составной частью некоторых порошков для снятия отпечатков но полный состав современных порошков для дактилоскопирования является коммерческой тайной производителя у криминалиста будет целый ассортимент порошков отличающихся цветом светлые для темных поверхностей темные для светлых цветные и даже люминисцирующие до сих пор в учебниках криминалистики пишут что лучшим способом сбора отпечатков пальцев с места преступления является сбор вместе с объектом на котором нашли отпечатки хорошо если это стакан хуже если приходится выпиливать кусок стены но на заре криминалистики это делали кусок стены запросто могли принести прямо в зал суда как доказательство фотография серьезно облегчила жизнь криминалистов до того как швейцарский криминалист макс фрей шульцер изобрел метод копирования следов рук на липкую пленку это было в 50-х годах криминалисты фотографировали отпечатки на месте и потом сличали фотографии посмотрите как в 1971 году в самой первой серии знатоков зина кибрид уже пользуется специальным лифтером готовым набором из липкой пленки и подложки в наше время отпечатки пальцев с живых людей все чаще собирают электронным сканированием они с помощью типографской краски как раньше идентификация людей с помощью отпечатков пальцев становится все более обычным делом и она далеко выходит за рамки криминалистики многие из вас используют отпечаток пальца в качестве пароля к вашему телефону на прощание я хочу вас предостеречь от того чтобы разбрасываться вашими отпечатками пальцев постарайтесь не давать их лишний раз никому кроме серьезных организаций которые без этого не выдадут вам паспорт не пропустят через границу или не примут на работу не давайте свои отпечатки пальцев кому попало неизвестно куда они попадут и что потом с ними сделают помните о том что убеждение что у каждого человека абсолютно уникальные отпечатки пальцев это не доказанная хоть и не опровергнутая гипотеза есть не нулевая хоть и очень 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 маленькая вероятность что когда-нибудь где-нибудь отпечатки пальцев двух разных людей совпадут как совпали бертельоновой таблицы уилла и вильяма уэстов благо у нас есть теперь генетический анализ так что если что вы сможете выкрутиться а на сегодня у меня все спасибо вам за внимание спасибо моим подписчикам на бусти и патреоне за поддержку этого канала подписывайтесь ставьте лайк и не совершайте преступлений всего вам доброго до свидания